Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо явное преимущество. Очень в плотной манере проходит поединок. Не торопится вступать в захват атлета. И вот так вот, с захватом одной руки пытался провести подхват кайберды Айденбай. Очень подвижную манеру демонстрирует казахский спортсмен. Такой легкий прыгучий. Посмотрите, как с дистанции резко входит. И пожалуйста, пожалуйста, очень мощное проведение. Броска через бедро. Два балла. На два балла оценили падение судьи. Но я думаю, что это не последняя оценка. Никак не смущен Айденбай. Пожалуйста, сам пытался атаковать подхватом. Опасно. Очень опасно. Накрылся Иракли Купатадзе. Продолжение следует... Опасается, опасается. И опять... И опять пытался провести бросок Иракли Купатадзе. Но сейчас успешно защитил спортсмена из Казахстана. Неожиданно прям схватил за шею и бросил фантастически. Четыре балла оценили падение тройка судей. В открытую пошел Кайр Берды. Ну, понятно, уже ничего не остается. 6-0 разница. Полторы минуты до конца встречи. Конечно, нужно как-то обострять что-то. Что-то придумывать. Очень сложно. Очень сложно атаковать. И в левую сторону, и в правую. Обратите внимание, обратите внимание, как идет в атаку казахский спортсмен. Первое предупреждение объявляется спортсмену из Грузии. Ну да, наверное, увлекся он защитной манерой. Судьи это отметили. Никак не удается взять спортсмену из захват. Вроде бы отворот выбрал. Осталось опережая терапику Патадзе своего соперника. Да-да, тактически грамотно все делает. Преследует в положении лежа. 30 секунд на табло. Второе предупреждение получает грузинский спортсмен. Третье предупреждение получает грузинский спортсмен. Но схватка заканчивается. Да. Иракли Купатадзе становится золотым медалистом сегодняшнего турнира. Айденбай Керберды становится серебряным призером. Ну и бронзовыми медалистами стали Абдул Джалилов Авазбек из Узбекистана и Нандаришвили Геви из Грузии. Поздравляем наших медалистов. Очередная финальная пара. Боевое самбо. Мужчины. Месовая категория для 62 килограммов. Потеев Дмитрий, Россия. Бакиев, Бахадир, Узбекистан.